На днях Совет Поселений Иудеи и Самарии начал беспрецедентно острую интернет-компанию на английском языке против американского давления в палестино-израильских переговорах. Америка требует от Израиля уступок, стратегических и жизненно важных для него вопросов. Непосредственно это давление осуществляет Джон Керри, госсекретарь США. Поэтому в своей компании мы сосредоточились на нем. Проблема не сам Джон Керри, а его идеи. Частично неприемлемые, частично просто опасные для Израиля. Поэтому мы хотели в юмористической и сатирической форме показать израильтянам и американцам, что путь, на который толкает Керри и нас, и палестинцев, он опасен для мира и переведет в конечном итоге к кровопролитию, но не к миру. В сатирической форме актер, похожий на Джона Керри, представляющий пародийную консалтинговую фирму, предлагает израильтянам свои весьма геозные решения. Например, вместо старой и разбитой стены плача построить красивую и новую возле моря и тому подобное. «Сайт, который мы создали, называется «Джон Керри Солюшин», и его слоган «У нас нет хороших решений, но мы должны что-то сделать». Мы хотим сказать, вы сделали достаточных ошибок на Ближнем Востоке, и мы не хотим быть следующим, но делаем это с юмором». Кроме фильма, на сайте есть несколько анимационных роликов. Один из них напоминает, что и про возглашение государства в 1948 году, и победная шестидневная война, и разрушение иракского реактора – все это было сделано Израилем против воли Соединенных Штатов. «Израиль и США – очень близкие друзья. Мы их единственные настоящие союзники на Ближнем Востоке, но мы не обязаны во всем их слушаться. У нас есть и свое мнение, и мы должны его отстаивать, поскольку мы ответственны за будущее Израиля больше, чем Соединенные Штаты. У США есть масса собственных проблем». Тон английской кампании Совета поселений намного более умеренный, чем предыдущей, ивритской, которая вызвала критику и в Велом доме, и в Израиле. По мнению защитников Джона Керри, да и просто осторожных политиков, кампания неуместна и груба. «Конечно, ни правительство Израиля, ни премьер-министр никак не связаны с этой кампанией. Возможно, она ему и не нравится. Но у нас демократия, и мы не обязаны у него спрашивать. Я думаю, что Джон Керри привык в Соединенных Штатах и к более острых сатире. У нас в Израиле тем более обычное дело – сатира на Натани Ягу и прошлых лидеров государства. «Сейчас 21 век, и это современные средства, которыми нужно пользоваться. Я сражаюсь за свой дом, и даже если мой юмор на грани, ничего страшного не случилось, потому что опасность для моего дома, для моей семьи и друзей намного больше». Элла Казакова, Гидун Дубинский. Специально для РТН. Израиль.